Бург собирается материал для произведения о восстании Пугачёва, но Самар объехать он не мог. Правда, неизвестно, когда он здесь был, где он здесь был, но правда, что в городе он побывал. С правой стороны мы сейчас поворачиваем вниз налево территорию Иверского женского монастыря. Монастырь был основан здесь в 70-е годы 19-го столетия. Здесь проживает 40 монахинь и башнушниц в возрасте от 17 до 75 лет. В основном сооружение на территории монастыря это новодел. И крепостная монастырская стена, и вот надвратная церковь и колокольня, это всё новое. Вот храм с большим куполом, вот если виден, это историческое здание, главный храм монастыря, храм иконы Иверской Божьей Матери. А вот 10-ю годами позже, после монастыря, буквально через дорогу с правой стороны, немец по национальности, выходец из Австрии, Альфред фон Вакана, купил участок земли и построил на тот момент современное пивное производство, которое активно работает с тех пор. Я уж не знаю, как монахине отреагировали на такое соседство, но оно произошло. Правда, кстати, при монастырях зачастую были тоже пивоварни собственные, и монахам не возбранялся употреблять пиво, даже пьют поста. Ну, конечно, не такой стиль, лишь я так, Николай Чудотворец, а немножко можно было, и это помогало монахам пережить пост. Итак, на этом предприятии, с левой стороны, разработан рецепт венского пива, недорогого, качественного, который активно продавается. Когда в 30-е годы прошлого века к нам в город приезжает народный комиссар подовольствия Лазарь Каганович, он попробовал это пиво, оно ему понравилось, но он сказал, что ж такое буржуазное название. С тех пор венское пиво стало жигулевским. Налево уходит проволочек, в народе это место называют дно, почему дно никто не знает, однако лет 150 последних самарцы здесь разговляются пивом. И одному сговорят, что мы пошли поехали на дно, все знают куда, зачем, если что, где искать. С левой стороны старейшая электростанция нашего города Самарская ГРЭС, кстати, вот она подает электроэнергию в бункер. Когда-то ГРЭС освещала, обогревала всю Самару, теперь дает электроэнергию и горячую воду только для двух административных районов, Ленинского и Самарского. А вот сейчас с левой стороны мы подъезжаем к проходной ГРЭС, и на ней интересный памятник первой самарской батареи. Радиатор отопления, над которым окно, на фоне которого сидит кошка, как символ домашнего уюта. Считается, что если кошку потрогать за нос со хвоста одновременно, все желания моментально исполняются, и поэтому и то, и другое у нее отполировано. Ну а мы выезжаем сейчас с вами на набережную. Общая протяженность набережных в нашем городе 5,5 километров. Это 4 отрезка набережных. Мы выезжаем с вами сейчас на так называемую вторую, самую, пожалуй, красивую, самую благоустроенную. Ширина набережных у нас в городе от 80 до 150 метров. Набережные двухъярусные. Вот перед вами слева сейчас будет верхний ярус набережной, бульвар, где будут смотрены уголки для спокойного отдыха, спортивные площадки, детские площадки, немногочисленные кафе. Ну а нижний ярус – это пляж, который тянется практически вдоль своего города по Волге. Правда, песка на Волжском берегу у нас не так уж...